И начиная вебинар именно уже в саму вводную часть, этот вебинар будет ориентирован на то, чтобы вести человека, который первый раз слышит о проекте SkyWave, либо первый раз присутствует вообще на подобном вебинаре, вести человека в понимание того, насколько глобальным и нужным проекте он участвует, и соответственно уже каждый из новичков будет принимать для себя сам решение, и любое решение, я скажу, будет правильным, потому что мы все говорим, что возможности, которые на сегодняшний день мы представляем, она бывает раз в сто лет, но, собственно, принимать или не принимать данную возможность, это выбор каждого. Собственно, что такое SkyWave, что такое TransNet вообще, давайте проанализируем. То есть на сегодняшний день основой современного технологического уклада является свойство кремния, то есть либо так называемый пьезоэффект, то есть модуляция электромагнитной волны через свойство кремния. И от этого появились многие, так скажем, на сегодняшний день очень важные направления, как микроэлектроника, микропроцессорная электроника, различные гаджеты, смартфоны, естественно, планшеты, компьютеры, веб-камеры. Очень востребованным стали вдруг редкоземельные металлы, то есть на этом вся электроника, в принципе, на сегодняшний день строится. И, соответственно, это все можно назвать пятым технологическим укладом, развитием которого мы с вами, так скажем, плодами и питаемся, и пользуемся. Питаемся, естественно, в переносном смысле, но никто уже на сегодняшний день не может представить день, проведенный без персонального компьютера, без телефона, потому что это на сегодняшний день достаточно прочно вошло в жизнь, и мы, соответственно, пользуемся благами пятого технологического уклада. Что же такое SkyWay, что такое TransNet? TransNet это сеть будущая энергетическая, социальная, коммуникационная и даже социальная. И, соответственно, несмотря на то, что сегодня информация передается за мгновение, так скажем, то есть видеосигнал идет за мгновение, сегодня вы можете меня фактически мгновенно слушать, пообучаться на различных дистанционных курсах обучения, и, соответственно, раньше это невозможно было представить, раньше вообще невозможно было представить, даже разговаривать по проводному телефону. Это, на самом деле, неизбежность технологической эволюции, технологического прорыва, и на сегодняшний день мы готовимся к вхождению именно уже в серьезные изменения, революционные изменения транспортового уровня, основой которого будет SkyWay, струнная технология Анатолия Эдуардовича и Юницкой. Все это вылится в новую сеть, которая будет надстройкой над интернет, и, соответственно, можно сказать, что транснет – это младший брат интернет, и кто-то говорит, что старший абсолютно также верно, потому что интернет на самом деле является младшим братом, а старшим братом уже будет являться транснет более прогрессивным, более современным и более нужным на сегодняшний день в мировой логистике, в нашей повседневной жизни средством общения. Но общение уже будет происходить не через видео, цифровой сигнал, не через Skype, ну, естественно, через Skype, через Viber также будет происходить, но мы уже будем перемещаться с вами так же быстро, как перемещается на сегодняшний день многие те процессы, которые не могут поспорить с современной логистикой. И Skyway как раз-таки это недостающее звено в будущем мировой логистике. В то время, когда сегодня многие процессы, например, денежные переводы происходят фактически мгновенно, люди, грузы и различные товары, услуги осуществляются и перемещаются из точки А в точку Б долгие часы, сутки и даже месяцы. Ну и все это складывается в миллионные, миллиардные убытки, естественно, это в долларах. И, соответственно, многие корпорации готовы на сегодняшний день уже решать эти задачи. И многие институционные фонды на сегодняшний день уже к нам присмотрелись, идут процессы согласования. Поэтому я могу сказать и на каждом вебинаре буду повторять, что в 2016 году в любой момент может прекратиться возможность финансирования в корневую компанию. А начался этот процесс вообще не с народного финансирования. Начался этот процесс с абсолютно логичных и закономерных мероприятий. Проведение конференции, одной из них была международная конференция по неракетному освоению космоса. То есть все началось в 70-х годах, в конце 70-х. И в 80-х уже была проведена конференция международная по неракетному освоению космоса, на которой Анатолий Эдуардович Юницкий представил программу и механизм вывода промышленности в открытый космос. То есть все посмотрите фильм «В небо на колесе» и, соответственно, станет ясно, что это за технология и как Анатолий Эдуардович Юницкий еще в то время предложил вывести промышленность в открытый космос. Но на тот момент время еще не пришло, потому что не развился даже интернет. Соответственно, пятый технологический уклад не получил свое развитие. И что говорить про седьмой технологический уклад, потому что вывод промышленности в открытый космос – это седьмой технологический уклад. Когда еще не до конца развился пятый технологический уклад, не появились первые компьютеры. И, соответственно, что уж говорить о развитии седьмого, когда струнные технологии не были внедрены. И, соответственно, Анатолий Эдуардович Юницкий от глобального к локальному в свои мысли пошел и создал уже струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Струнная технология – это именно первое поколение. В конце 80-х годов было создано первые концепты, первые чертежи, первые мысли по струнному транспорту Юницкого. То есть это транспорт второго уровня. Это то, что от нас с вами ждет не в ближайшие десятилетия, но в ближайшие годы. Так как демонстрация предварительная, первичная планируется уже этой весной. И испытание в 2000-х годах показало то, что данный проект привлекает интерес и пользуется популярностью, в том числе у серьезных чиновников. Губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович зафинансировал в свое время первый технопарк, то есть полигон в Московской области, в городе Озеры. И, соответственно, все это продолжалось испытание, эксперименты. Это была подвижная лаборатория, то есть ЗИЛ, уходящий в небо. Я могу сказать, что это были очень колоссальные и серьезные расчеты. И испытание именно второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть в данный момент испытывалась путевая структура. И когда это все действительно поехало, когда путевая структура не рухнула, аплодировали стоя. Но на тот момент время массовых заказов также не пришло, потому что ЗИЛ, уходящий в небо, не был, так скажем, инновационным подвижным составом, который сейчас на данный момент уже проектируется и создаются в железе. И в 2009 году была произведена при Министерстве транспорта Российской Федерации презентация президенту на тот момент Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но уже через неделю после Госсовета Российской Федерации по инновациям в транспорте, испытательный полигон был разрушен и буквально стер с лица земли. Сейчас можно побывать на этом месте и посмотреть останки, так скажем, полигона, но на тот момент время признания технологии еще не пришло. Но я могу вам сказать, что если бы не тот способ, который выбрал Анатолий Эдуардович Юницкий в 2013 году, а это именно способ народного финансирования, народного краудинвестинга, это возможность для нас с вами, каждого участвовать в этом проекте, стать дочками этого проекта. И если бы этот способ и путь не был выбран, рискованный венчурный путь, но мы бы не добились на сегодняшний день того, что имеем. А это многого, так скажем, стоит, это начало строительства. Естественно, вначале мы получили землю в Минской области, Марийногорка, Республика Беларусь. Далее, параллельно до этого процесса еще шло создание технической документации, то есть по легкому прогулочному, по городскому, пассажирскому и также по высокоскоростному транспорту, естественно, грузовому. И, соответственно, грош цена этой была бы технической документацией, если бы не началась стройка. Грош цена, потому что на тот момент ценность не была бы настолько высокой, насколько сейчас мы имеем. И даже тот актив технической документации при будущих испытаниях, это уже защищенность нашей с вами технологии от того, что теоретически можно, если вдруг что-то пойдет не так, в чем я очень-очень сильно сомневаюсь при текущих процессах, которые происходят, то, соответственно, можно продать техническую документацию и заплатить акционерам даже по дисконту один к одному. Но, естественно, этого не будет никто делать по текущему дисконту, я имею в виду, по которому приобретались обязательства компании, которые в будущем станут акциями и, соответственно, выплатить по обязательствам. Но этого никто не будет делать, потому что на сегодняшний день происходят очень серьезные процессы. Об одном из них мы более подробно с Ларисой Артамоновой расскажем на дневном вебинаре. Это признание вообще SkyWay России, признание Министерством транспорта Российской Федерации, как мы прошли экспертный совет, какая презентация была проведена, кто признал, какие деятели, почему струнная технология на уровне экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации была признана, и почему этот процесс будет развиваться и дальше, какие адресные проекты в Российской Федерации от этого будут внедряться. Об этом обо всем мы поговорим уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но если бы не был принят вектор развития именно в плане народного финансирования, то ни о каких результатах, достигнутых уже сейчас, ни о каком бурном развитии, скорее всего, речи не могло быть. Потому что на самом деле сквозь десятилетия общения с чиновниками, общения с крупными олигархами заканчивалась тем, что эти люди просто хотели обладать всем и сразу, невзирая на то, что основную интеллектуальную собственность создает Анатолий Эдуардович Юницкий, и, соответственно, те условия, которые выдвигались, они были неприемлемы. Соответственно, все заканчивалось одним и тем же. Началом развития, но далее затуханием. И сейчас в течение года мы вышли уже на результат, когда установлены 19 промежуточных опор, то есть 18 промежуточных и одна стальная в металле, так скажем, чтобы доказать, что из различного материала могут быть наши опоры, выдерживать различные климатические условия, ставиться на любом типе рельефа. И, соответственно, те направления, которые мы сегодня позиционируем, это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт и, естественно, высокоскоростной. Но точкой входа и стратегической, я бы сказал, точкой входа стал легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. То есть больше полугода, чуть больше полугода это направление было принято как вектор основного развития головной компании. И промежуточную демонстрацию мы увидим уже этой весной. То есть уже будет построен первый юнибайк и, соответственно, в железе он уже будет представлен, я не могу точно сказать, будет он представлен общему обозрению, то есть либо под полотном, как представляется новая модель автомобилей, и, так скажем, далее уже, когда презентация будет в движении, то, естественно, он поедет и это будет наше с вами общее достижение. Как раз-таки легкий прогулочный транспорт начал показывать как многим чиновникам Российской Федерации, так и чиновникам, олигархам и крупным потенциальным инвесторам за рубежа, в том числе дальнего за рубежа, что, да, действительно направление второго уровня транспорта развивается и активно развивается. Многие игроки на сегодняшний день, которые уже, так скажем, выдохлись, они не могут пробежать тот марафон, который бегут на сегодняшний день гиганты этой индустрии, то есть это Skyway, это технология, которую мы с вами развиваем, и это Hyperloop, то есть американцы. И, соответственно, я могу сказать, что по тому видео даже, которое представлено, расширенный отчет, который вы видели в начале вебинара, что на сегодняшний день мы вырвались надолго и намного вперед, чем американская технология Hyperloop. И есть, на самом деле, очень много моментов, нюансов, которые Сергеем Анатольевичем и Ларисой Артамоновой мы освещаем на расширенных технико-экономических вебинарах именно сравнение технологии Skyway с технологией Hyperloop. То есть есть определенные конкретные технические моменты, которые не могут позволить сказать, что технология Hyperloop будет стоить столько, сколько на сегодняшний день позиционируется. Невозможно сказать, что это будет настолько безопасно, потому что я думаю, что каждый из нас с вами захотел бы перемещаться на втором уровне и смотреть вокруг прозрачные стекла, чем перемещаться в вакуумной трубе. Это очевидно, это законный рынок и рынка, и, соответственно, та корпорация, которая завоюет максимум спроса, и та корпорация, которая будет предоставлять им максимум преимущества, их в Skyway более чем достаточно, та корпорация и займет первое место на развивающемся рынке транспорта второго уровня. Ну а далее, соответственно, как когда-то развивались рынки коммуникации, рынки смартфонов, мобильной сотовой связи, появятся дополнительные игроки, но что можно сказать о нашей технологии, что можно сказать о планах развития, мы будем опережать, потому что Анатолий Эдуардович Ницкий уже развивает четвертое поколение сегодня, здесь сейчас струнные технологии транспорта второго уровня, также задумываются над пятым и шестым поколением, это, соответственно, как рынок всеми привычных из нас с вами смартфонов, и сейчас гонку мы наблюдаем, такая же гонка будет уже при выходе струнного транспорта и вообще транспорта второго уровня в мировой рынок транспортный, в врывании, в бурном врывании в эту индустрию, и, соответственно, в занятии лидерских позициях. И мы с вами можем это, и обязательно не просто можем, а сделаем, так как преимущества, которыми обладает технология Skyway, они более чем очевидны. И для всех новичков, для всех, кто активно развивает проект, я эту презентацию, которая представлена именно в качестве общей презентации, сброшу ссылку, обязательно пользуйтесь при донесении информации, не важно, как вы доносите, если вы не можете донести информацию квалифицированно, качественно, то просто пригласите на вводный технико-экономический вебинар общий, и, соответственно, человек получит свои первичные знания, сможет задать вопросы, которые его интересуют, и, соответственно, принимать решение, насколько бурно и мощно развивать наш проект. Что касается таких основных моментов по преимуществам, это, естественно, огромная экономия при строительстве, естественно, это огромный потенциал экологичности, то есть даже станции у нас будут с зелеными насаждениями. Это огромный социальный эффект, это дешевизна проезда, это комфорт при перемещении, и есть такое понятие, как именно комфорт при движении, есть даже специальные критерии коэффициентов. И, соответственно, технология Skyway будет обладать максимальным комфортом и доступностью, вообще транспортной доступностью, которая на сегодняшний день не имеет ни одна транспортная технология в мире. И это не мои слова, это слова уже как независимых австралийских исследователей, так и консалтинговой компании, крупнейшей австралийской, можете в новостях посмотреть, которая недавно изъездила вдоль и поперек, так скажем, технологию, изъездила вдоль и поперек нашей финансовой и юридической схемы и признала инновационной технологией Skyway. И также, буквально несколько недель назад, экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации также признал технологию Skyway инновационной. И это заслуга всех конструкторов, это заслуга лично Анатолия Эдуардовича Ницкого, всей команды Skyway и заслуга лично каждого из нас с вами, потому что этот процесс не был бы достижим, если бы не выбрана была бы схема народного финансирования. Потому что на сегодняшний день основной момент инвестирования и продвижения технологии Skyway, он заключается в народном финансировании, когда каждый, понимая риск, понимая венчурность этого проекта, но опять же в обратную я могу сказать, что скорее всего финансирование, возможность финансирования и покупки долей в корневой, в головной компании исчезнет в этом году. То есть на любом из вебинаров мы можем сказать, что все, финансирование закрыто. И я говорю это не просто так, у нас не принято вообще говорить что-либо просто так. Я говорю это опираясь на конкретные факты, конкретные переговоры, например, те переговоры, которые прошли, достаточно серьезные крупные переговоры с представителями крупнейших фондов в этой поездке в Минске, соответственно, с генеральным директором, с генеральным конструктором, президентом международной компании Skyway Анатолио Дуардовича Юницким. И что каждый новичок должен понимать, вообще вот донесение информации, в первую очередь принятие для себя, что технология Skyway и транспортные модули Skyway являются высоко аэродинамичными подвижными составами. Тот коэффициент аэродинамического сопротивления CX это 0,075, как позиционировался ранее, и 0,075, как позиционируется сейчас, в принципе, можно достигнуть 0,039 даже. И это вообще колоссальные коэффициенты, дамы и господа, потому что такие коэффициенты, они в авиации даже превзошли коэффициенты аэродинамического сопротивления у современных военных самолетов, современных спортивных самолетов. Ну и что говорить про такие мощные спортивные болиды, как Bugatti Veyron, Aston Martin и так далее. То есть коэффициент аэродинамического сопротивления у Bugatti Veyron значительно хуже, чем у подвижного состава. И подвижной состав SkyWay это фактически рельсовый автомобиль, который перемещается на высоте от 15 до 15 и выше метров. То есть если нужно будет перемещаться либо как подвесной транспортный модуль, либо как навесной транспортный модуль. Но это можно назвать именно перемещение рельсового автомобиля, как сталь по сталь. И соответственно коэффициент аэродинамического сопротивления будет сразу в два раза выше, чем если бы подвижной состав перемещался бы по земле. Потому что исчезает сразу эффект экрана, исчезают опрокидывающие моменты, которые действуют на автомобиль. Исчезает необходимость перемещения пневмашины по асфальту. Соответственно возниканию деформации, высокого сопротивления трению, качению и множественных потерь энергии и топлива. И вот эта высокая аэродинамичность позволяет нам говорить, что да, действительно мы можем строить городские пассажирские трассы 1-2-3 миллиона долларов за километр, высокоскоростные 3-5, максимум 8 миллионов долларов за километр. И соответственно легкие прогулочные трассы это 500 тысяч долларов за километр. И может быть выше в зависимости от применения, в зависимости от страны, использования комплектующих. Так как логистику и привоз деталей, сборку никто не отменял. Но одно я могу сказать, что те экономии, которые несет себе технология Skyway, ими не обладает ни одна транспортная технология индустрия на сегодняшний день. Кто может похвастаться, допустим, расходованием топлива, как 100 грамм топлива на одного пассажира? И что говорить про 2-3, максимум 5 литров расходования на 100 километров при перемещении даже 500 до 500 километров в час? Этим ни одно транспортное средство на сегодняшний день не может похвастаться и соответственно выразить данное преимущество при вхождении в транспортный рынок. Мы сможем и мы уже это декларируем. Соответственно, поэтому одна из причин, и появится очень мощный инструмент скоро, презентация. Соответственно, там с учетом всех формул будет расчет экономии, энергии, топлива. Почему именно такой корпус, такие обводы корпуса были выбраны? И, соответственно, почему мы именно большой транспортной, космической гонкой назвал? Двигаемся на сегодняшний день, соревнуемся с Hyperloop. Другие игроки находятся далеко позади, хотя они также могут вырваться. Но на сегодняшний день мы являемся более прогрессивной технологией, чем Hyperloop. И, соответственно, это является также защитой наших инвестиций. Это также является конкретной перспективной особенностью развития нашего проекта. И это является будущими высокими прибылями при вхождении в проект. То есть, войдя в свой личный кабинет, вы можете посмотреть, сколько вы можете приобрести обязательств компаний, которые в будущем станут акциями. Почему в будущем? Потому что на сегодняшний день это доли, и преобразуются они уже в высокоприбыльные акции при развитии этого рынка. Но я могу сказать, что при интересе сегодняшних фондов, которые конкретно, опять же, повторяю, переговоры прошли, и сейчас уже развивается создание конкретных компаний и так далее, развитие в данном направлении, то я могу сказать, что времени как раз-таки подумать осталось достаточно немного. И давайте перейдем тоже к чисто таким техническим характеристикам, почему называется струна, почему струнная технология Анатолия Эдуардовича Еницкого. На самом деле струна, потому что это предварительно напряженная, растянутая, неразрывная и закрепленная на концах анкерных опорах конструкция. Это особая путевая структура, которая в основе своей имеет множество стальных проволок диаметром от 3 до 5 мм, в зависимости от применения, в зависимости от того, навесной или подвесной это транспортный модуль. Соответственно, они растянуты, напряжены, закреплены. Далее идет их закрепление, именно чтобы не болталось там ничего. Далее идет монолитчивание, либо специальными растворами, либо эпоксидной смолой. То есть, соответственно, уже ставится далее на эту всю конструкцию головка рельсы. Головка рельсы также инновационная, без каких-либо сварных швов, стыков, соединений. Это абсолютно ровная, гладкая поверхность, которая позволяет достигать максимального КПД, это 99% при перемещении сталь по стале, рельсового автомобиля по путевой структуре. И, соответственно, достигать, опять же, дешевизну строительства, экономии значительной, как материалов, что немаловажно, так и сокращение сезонности работ и, соответственно, ускорение строительства. Ну, естественно, первые образцы мы строим, так скажем, как вот эко-технопарк уже строится. То есть, фактически два года будет строительство эко-технопарка. Я не говорю про направление легкого прогулочного транспорта. Ну, примерно 19-20 месяцев будет строительство объекта. Это не зависит от того, насколько масштабным, мощным будет объект, потому что скорость строительства позиционируется примерно 1 км в сутки. Это при том, если мы двигаемся только с одного края. Если мы будем двигаться, соответственно, маршрутами и экипажами навстречу друг другу строительными, то скорость может достигать полукилометра в сутки и выше. И, соответственно, те скорости, которые будут необходимы при строительстве, научно-производственное конструкторское предприятие, те и будет достигать. И вообще вот все, что я говорил бы, не несло никакой ценности. То есть, это поговорили и разошлись, если бы не началось строительство. Если бы не началось строительство и воплощение технологии в железе. То есть, я повторяю, что установлено уже 19 промежуточных опор. Фактически достраивается и уже заканчивается строительство второго этажа анкерной опоры, которая принимает на себя всю нагрузку от путевой структуры. И, соответственно, является одновременно зелеными насаждениями. Зеленые насаждения появятся, как только уже произойдет омоноличивание. Конкретный каркас и четкость-ясность будут представлены уже при возведении второго этажа. Соответственно, из этой анкерной опоры выйдет легкий прогулочный подвижной состав типа юнибайк. И, соответственно, городской пассажирский транспорт. И далее уже, я думаю, что осенью поедет городской пассажирский транспорт и грузовой транспорт. Уже сейчас мы принимаем предзаказы. Уже сейчас мы формируем адресные проекты. Потому что как раз-таки потенциал адресных проектов, это и будет являться капитализацией наших с вами акций, наших с вами обязательств, которые мы приобретаем в группе компаний Skyway в виде переуступки. И, соответственно, сейчас разработана в том числе для Европы очень мощная схема инвестирования, законная в первую очередь схема инвестирования, которая не будет смущать даже ни один крупный венчурный фонд. Соответственно, о ней, я думаю, расскажет на расширенном технико-экономическом вебинаре Ларисы Артамонова. Это схема так называемых возвратных займов. То есть эту схему юридическую мы более серьезно осветим обязательно на вебинарах. И, соответственно, для иностранцев сейчас вход стал еще более комфортным. Постоянно подключается интернет-эквайринг новых стран. И, друзья, чего я не могу сказать о начале развития, когда я только присоединился в компанию. Это произошло в феврале 2014 года, когда в первый раз, в надежде получить сертификаты головной компании, первые, так скажем, миллионы на тот момент акций, так как я обходил, дисконт был уже не один к полуторам тысячам, но был один к тысяче. Это был замечательный дисконт. Примерно на тысячу долларов я совершил свою первую инвестицию. И я не побоюсь этого слова. Это начало, так скажем, можно сравнить с гаражом Стива Джобса. Мы до сих пор находимся, можно сказать, в гараже. По сравнению с тем, что будет, что будет уже в ближайшее время. Насколько крупным масштабным произойдет ускорение, как только нас начнут финансировать крупные венчурные фонды. И данный час, данная дата, так скажем, не за горами, друзья. Поэтому я могу вам сказать, что остается только одно. Остается понять ценность данной технологии. Остается понять, что на сегодняшний день в Российской Федерации, да и в мировом масштабе экономическая ситуация не излучшая. И необходимо не только приумножить деньги, это идеальный вообще способ и случай. Необходимо их сохранить. И как раз таки концепцию народного экономического ковчега, концепцию сохранения и в будущем приумножения ваших средств мы предлагаем в обмен на пожертвования, на участие в проекте SkyWay. Это то, что сегодня двигает данную технологию, которая будет представлять наибольший потенциал, чем вместе взятый весь нефтяной рынок на сегодняшний день. И представьте, если бы вам постучались в дверь Стив Джобс, например, либо Билл Гейтс и сказал на первых стадиях, когда они только развивались, что не хотели бы вы приобрести компанию и в будущем наша капитализация будет достигать сотен миллиардов долларов. Согласились бы вы, если бы вы были уверены, что точно, да, эта сфера, она взлетит. И сегодня у нас есть все основания говорить, что эта сфера взлетит. Потому что этого ждут на сегодняшний день все финансисты, все венчурные крупные фонды, все трейдеры, биржевики и так далее. Все ждут вновь созданной реальной добавленной стоимости за счет инновационной прорывной технологии. И как раз таки инновационной прорывной технологией и является технология SkyWay. И об этом еще в начале развития проекта, еще в 2014 году, говорил Хайзин Михаил Леонидович, говорил Делягин Михаил Геннадьевич, недавно вспоминал об этом Жириновский Владимир Вольфович. И я поставлю ролик в перерыве. Вы сможете убедиться, что струнная технология Владимиру Вольфовичу не была забыта. То есть он привнес много на развитие данной технологии и связывал с необходимыми людьми. Но, соответственно, все эти люди не желают быть первыми, не желают быть последними ни в коем случае. Они не желают быть вторыми, они желают быть посередине, между один и два. Но так не бывает. Но на самом деле на сегодняшний день появились люди, которые серьезно заинтересовались. И Гришин Сергей Анатольевич ездил с делегацией до ныне президент Новотранса. Я думаю, что будет использовать потенциал в сфере перевозок именно грузового транспорта второго уровня. И, друзья, представьте тот момент, я думаю, что все с вами из нас общаемся по скайпу, что скорость перемещения подвижного состава будет развиваться в логике скайпа. То есть если его окупает, соответственно, какой-либо бизнес, допустим, перевозка пищевого льда, перевозка чистой питьевой воды в грузовом направлении, то скорость пассажирских перевозок будет стремиться к нулю. Она будет неизмеримо мала по сравнению с сегодняшними авиаперевозками пассажиров, по сравнению с сегодняшними перевозками железнодорожных составов, естественно, пассажиров. И эта разница авиа и железнодорожных перевозок, она не настолько велика. Но разница в перевозках струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого в новой веке развития транспортной индустрии, в развитии транспорта второго уровня, она будет значительно более привлекательна для любых граждан. Независимо от сословия, независимо от того, нищий народ, либо наоборот богатые шейхи, транспортная доступность, и Анатолий Эдуардович Юницкий позиционирует, как когда-то позиционировал это Генри Порт, мы создаем народный транспорт. Соответственно, каждый сможет перемещаться из точку А в точку Б, и это неизменные процессы, которые активизируют мировую экономику, создадут, соответственно, прибыли всем дольщикам, так как мы приглашаем вас, дамы и господа, в будущий триллионный бизнес, не побоюсь этого слова. И я думаю, это великолепная причина действительно бежать и рассказывать о SkyWay всем окружающим людям, знакомым и незнакомым, как делал и до сих пор делаю я на сегодняшний день. Многие лидеры имеют десятитысячные структуры, и, друзья, это неизмеримо мало по сравнению с тем, что мы сделаем до конца 2016 года. Потому что, повторяю, скорее всего, до конца 2016 года в любой момент может закрыться возможность финансирования в головную компанию, соответственно, для прибывающих новичков, возможность получения в будущем сверхприбыли от участия в распределении долей именно головной компании, которая будет входить во все адресные проекты, о которых мы говорим, на расширенном технико-экономическом вебинаре. И я думаю, что это великолепная возможность не только сохранить, а значительно приумножить свои сбережения, одновременно сохранив нашу планету, так как струнный транспорт Анатолий Эдуардович обладает очень высокой экологичностью, и сохранить ее для наших будущих поколений. Строй SkyWay, спасай планету, строй SkyWay, спасай Россию и любую страну, которая будет участвовать в развитии этого проекта, несмотря на то, что уже более 50 стран участвуют. Благодарю за внимание, я надеюсь, что информация была доступна, понятна. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, в раздел «Вопросы» задайте, я с удовольствием на них отвечу. Ну и, собственно, для тех, кто в первый раз слышал информацию, мы ждем на расширенном технико-экономическом вебинаре, потому что там уже мы обсуждаем и освещаем те моменты, те новости, которыми живет проект, развитие проекта. И то, о чем уже, возможно, не будет понятно с первого раза новичку, но, соответственно, должен, знаете, понимать каждый активист, развивающий SkyWay. Инвесторов на сегодняшний, кто инвестировал в SkyWay, уже более 50 тысяч, если говорить по всем направлениям. Ну а что говорить про просто зарегистрированных и что говорить, что те люди, которые не будут инвестировать, дамы и господа, просто зарегистрируйтесь, просто хотя бы получите подарок. 100 долей будущих компаний SkyWay, я думаю, что новости не заставят себя ждать, чтобы принять вам положительное решение в развитии нашего всеобщего проекта SkyWay. Народный проект будущего уже здесь, сейчас, а не в будущем. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите.